И снова здравствуйте зрители моего канала Мастер Сама И сегодня, как и обещал, я снимаю ролик, обзор кухни Небольшой, маленькой, всего лишь 2 метра 6 сантиметров Верхняя часть Кто смотрел нижнюю часть, то что получилось вы видели Ну а теперь верхняя именно часть Сразу хочу попросить у вас прощения за то, что ничего в принципе кроме каркаса, как я делал, не удалось снять Есть ролик у меня про то, какой каркас у меня получался Можете его посмотреть, это предыдущий ролик Ну а сегодня чисто обзор полностью по тому, что у меня получилось Вот сейчас вы видите на заднем плане у меня подвешена эта верхняя часть кухни моей Она уже сделана, осталось только собрать все в кучу, как я говорю Ну и отвезти ее, установить И в сегодняшнем ролике я пройдусь немножко по деталям Расскажу из каких деталей она состоит Мы это все соберем воедино И посмотрим, что же у меня все-таки получилось Единственное, хочу попросить прощения Мало места у меня за качество съемки Как у меня уже что выйдет Как я что покажу Но я думаю людям, которые интересуются Посмотреть в общем будет интересно А подетально, как что делается Много из того, как что здесь делать, уже есть у меня ролики Ну и много, конечно, еще покажу в своих роликах, которые я буду снимать Когда буду делать себе тоже верхнюю часть кухни Там я уже несколько роликов сниму Где действительно остановлюсь, допустим, отдельно на консолях Отдельно там, допустим, на ручках Как магниты установить и так далее и тому подобное Ну а сегодня именно общий вот такой обзор Ну и начнем, посмотрим сразу на весь вот этот каркас Какой он получился И дальше потихонечку все детально рассмотрим И сложим все воедино Сдали смотрится она вот так Это верхняя часть Сейчас немножко обойду Одна сторона уходит к стенке Вот эта сторона Лицевая видна С полочками с двумя На краю Ну и немножечко Сейчас поближе Начнем с задней стенки Задняя стенка В которую врезаны У меня местами фанера Я уже говорил в предыдущем ролике Вот где будет сушка Врезан фанерный Лист Фанера восьмерка Отверстия сделаны Подфрезерованы Для того чтобы воздух ходил Дальше идет щит усиленный Он деревянный Потому что там полки Они открытые Должно красиво все смотреться Дерево должно быть Этот щит Отсюда не видно сейчас Но набран он Декоративным сращиванием Это есть ролик Ну посмотрите внимательно Еще обращу внимание на ушки Крепежные Здесь два шурупа Семидесятки Там у меня каркас Сорок миллиметров толщина Поэтому заходят Ну и один по центру Семидесятка тоже Вот с такими большими отверстиями Стена блок Поэтому будут анкера с гайками Для того чтобы держалось все хорошо Потому что тяжелая она С этой стороны опять же Там где будет вытяжка фанера Под вытяжкой места Которое видно Открытое Это щит Но здесь тоже С той стороны Он с бабочками Увидите потом Ну тут шурупы В потайчике закручиваю Где-то мелкие В фанеру Тут крупные Двадцать пятки Шурупы А здесь двадцатки В фанере Для того чтобы все это Держалось хорошо Ну и не закрываю шурупы Ну и вот здесь место Где полка Открытая Это набранный щит Декоративным сращиванием Усилен тоже Рейками Видите Ну и вот здесь Реечки Вы заметили Есть места Вот здесь по центру Рейки Пятнадцать миллиметров Толщина Дело в том Что есть фартух Там с плитки Фартух не доходит До конца Вот рейки На одном уровне То есть вот этим местом Они лягут На фартух Все остальное Вот эта часть Будет На плитке На фартухе Первый отдел Отдел для посуды Сушка Так называемая Вот какая она У меня получилась Посмотрите Здесь Крепежные Вот эти Ушки Врезаны Для того Чтобы положить Решетки Вот такой пол Щит Тоже усилен Ну и Петли Для дверочек Уже все стоит Ну и все Смотрите Квадратные заглушки То есть Не все так Как я люблю Да Как я говорю Как обычно Здесь Центральная часть Две открытые полки Нижняя полка Для бутылок Ставятся винные Бутылка С под шампанского Даже Станет сюда Ну и верхняя полка Рассчитывалась Под бокалы Там еще что-то такое Обратите внимание Сделаны Кованые Вот такие Заграждения Ручная работа Все честно Все на заклепках Все как положено Конечно Это была работа Да Ничего не хочу сказать Четыре таких Ограждения Делались Три дня Так как я говорил Открытая полка Задняя стенка Декоративное сращивание Видите И подножик обработано Но еще Хочу сказать Что вот эти мои Заграждения Как они держатся Они внутри загнуты Просверленные отверстия С потайчиками Маленькими шурупами Закручены Вниз И по сторонам Обратите внимание Каркас Тут 40 Тут врезано 18 мм Где открытая часть Она гладкая Вот такая Красивая Со шкантами С прокаленными А уже Вот эта часть Она получается С углублением Видите Все щиты усиливают Заметьте Планка там Планка здесь Опять же Все это делается Вот Так Пошли дальше Вот эта часть Здесь будет стоять Вытяжка Будет под низ Она Вставляться Здесь будет ее верхняя часть С фильтром И дверочкой Будет закрываться Эта часть С фильтром Будет прятаться Нижняя часть Наборные консоли Они набраны То есть Вот эта часть Врезана Сюда И сюда Дальше Если смотреть Части каркаса Вот эта часть Врезана В эту полку Нижнюю Опущена Она Тут Пазы Профрезерованы И все Лежит Никаких Нищелей Ничего Здесь Нигде Нету Все Ручным Инструментом Значит Выходит Консоль Вот эта часть Вся честная Это отверстие Квадратное Оно честное Выходит Как положено Сюда Вот эта часть То есть Садится Фасадная Эта рамка Было трудно Конечно Все это Подобрать Ее посадить Чтоб все Четыре Видите Все четыре Консоли Чтоб они Сели Ну и нижняя часть Первая часть Это крючки Для Кружек Разделочных Досок Там лопатки Кухонные Можно все Что угодно Повесить Кручки Ручная Работа Кованые Скажем честно Имитация Ковки Я уже Несколько Пару роликов Снял Как делаются Петли Как кольцо Делается Средняя часть Это полотенчик Все тоже Честно Все Врезано Все выступает Как положено Все детальки Одна Друг В дружку Врезаны Вот такая И последняя Третья часть Это часть С полочкой Здесь Напротив Нее Будет Варочная Панель Поэтому Чтобы поставить Какие-то Приправы Соль Ну вот Такая полочка Все врезано И в эту полочку Врезан Вот такой Кантик Сделан Специальный Бордюрчик Чтоб ничего Не падало С этой полки Все как вы видите Честно Ну так как В принципе Я люблю И делаю Постоянно Ну и вот Эта часть Под вытяжкой Она будет Открытая Вот такая Сюда Вставится Вытяжка Вытяжка Вставляться Будет Тоже Она Откроется И Вот здесь Система Такая Что С внутренней Части Там есть Отверстие Я взял Вот такие Ножки Подмерил Просверлил Посадил Их части И потом Этими ножками Закручу Эту Вытяжку С внутренней Стороны Держится Очень Надежно Очень Классно Может кому-то Пригодится Когда Не будете Знать Как Закрепить Вытяжку В ролике Там Где Показывал Каркас Говорил Что Вот эти Части Я хотел Пустить Полку По кругу Вот здесь Еще Вот такую Маленькую У меня Не вышло Потому что Не влезет Вытяжка Были Изменения Говорю В чертеже Поэтому Так Получилось Значит Оставил Вот такие Рожки Сделал Пускай Они будут Они неплохо Здесь Смотрятся Ну и Последняя Часть Это Две Полочки Сторона Лицевая Поэтому Конечно Боковая В каркасе Часть Вот эта Сделана Очень Красиво С бабочками Вы видите Врезан щит Не полностью И Врезаны В нее Полочки Одна И вторая Полочки Укреплены Клеились С двух Досок Поэтому С этой стороны Бабочка Уже она Не выделялась Просто бабочка А снизу Вот такие Планки Врезались Чтобы усилить Чтобы не лопнула Она Чтоб не разошлась Ну и Вот этот щит Фигурно Вырезан Декоративное Сращивание Мы видим Есть ролик Повторюсь И Прикручены Мои Прикручены Мои Эти Ну не знаю Как назвать Бордюры Заборчики Вот такие Они Вы знаете Самому Понравилось Очень Классно Конечно Работа Но Смотрится Нормально В домашних Условиях Вообще Супер Считаю Вот это По части Самого Каркаса Дальше Перейдем К дверям Первая Дверка Моя Это Вот такая Тонкая Дверь 28 Миллиметров Ее толщина В пол В пол Толщины Сделана Рамка Врезан Опять же Врезан щит Усилен По центру С этой стороны Усиление Происходит Из-за бабочек Врезан щит Не полностью Он Немножко Выступает Ну и Все шурупы Закрыты Вот такими Ну Можно Называть Их Не знаю Как Деревянные Заклепочки Сделаны Из шкантов Ну и Вот так Петли Ручка Все Вот здесь Закрыто Все держится Она Конкретно Очень Ее отсюда Ничем Не вырвешь Ну Квадратные Заглушки Как обычно Ну вот Такая Дверочка Это Дверка На Вытяжку Чтобы закрыть Верхнюю часть Вытяжки Чтобы закрыть Фильтр Именно Эту часть Фильтром Ну и Поставим Ее Сейчас Все Два Магнита По сторонам Держаться Ничего не делал Чтобы она Держалась Потому что Открывать Ее Будут Как я Говорю Годы Уроды То есть Очень редко Чтобы фильтр Поменять И все Но может Что-нибудь Заныкается Туда Не знаю Если нужно Будет Заныкать Туда Ну вот Так Вот такая Дверочка Следующее Это Две Дверки На Сушку Обратите Внимание Они Потолще Они 40 Миллиметров Хотя В кухне Они не Смотрятся Такими Массивными Абсолютно Потому что Все углы Срезаны Я сразу Подумал Будут Очень массивными Смотреться Потому что Каркас Потоньше Но смотрятся Довольно Таки Неплохо Значит Сразу Врезан Щит Вы видите Здесь Он За Подлицо Да Нижний Вот этот Вырезано В нем Отверстие Сделано Четверть Фрезером Вставлено Стекло Штапик Все Как положено Стекло Все честно Как я говорю Стекло Вырезано Фигурно Штапик Фигурненький Вот такой Сделан Штапик Кстати Сделал Из фанеры Очень мне Понравилось Нормально Для штапика Вообще Супер Главное Что фанеру Можно Вырезать Еще Как захочешь Это Не Деревяшка Ну и Поэтому Вот так Сделано С этой Стороны Опять же Специально Чтобы смотрелось С нижней Частью Хорошо Кто помнит Нижнюю часть Там были Детали Похожие Только Глухие Там Щиты Да Опять же Сделано Вот здесь Набраны Часточки Вот эти Наверх Шурупы Шкантами Вот этими Заклепками Все закрыто Ножичком Все подрезано Все сделано Под нож Как обычно Квадратные Вот такие Две детальки Врезные Тоже здесь Сидят Только на клею Так как и На нижней части Петли И ручка Кольцо Как делать Ручку Кольцо Покажу Когда нибудь Ну и Короче говоря Вот такие Две Дверочки Вот они Сейчас Мы их Установим На свое Место Ну вот Как-то так Два Магнитика Только Сверху Заглублены Они Немножко Потому что Дверки Потолще Чем Каркас Вот так Все Работает Все Закрыли Вытяжку Такой Вид Она Обрела Вид Царский Да Наверное Согласитесь Со мной Самому Нравится Сам От своей Работы Просто Не знаю Балдею Любимая Моя Работа Хобби Ну и Сейчас Моя Последняя Часть Это Конечно Наверх Потолок Вся Крышка С Короной С Такой Незамысловатой Но Мне кажется Ничего Значит Здоровенный Вот такой Щит 206 Видите Укреплен Сверху Планками Все это Видно Вот здесь Я кстати Коснусь Немножечко Расскажу Потом Поподробнее Вы видите Профрезерованы Вот такие Канавки Здесь будет Лежать Проводка Потому что Полка Нижняя И вот эти Места Там где Будет Мойка Вот здесь Где полотенчик Будет Они будут Подсвечиваться Вот здесь Будут Прятаться Фонарики Не знаю Это уже Будет делать Заказчик Сюда Я выведу Проводку Сделаны Везде Отверстия Все Там тоже Канавка Профрезерована Внутри Чтобы положить Провод Здесь Не нужно Потому что Будет Вытяжка Вытяжка С подсветкой Ну и Вы видите Еще Отверстия Сделал отверстия На всякий случай Может Придется Все было Согласовано Конечно Может Придется Здесь Что-то Положить Чтобы Вытяжка Не была Закрытой Выводить Конечно Патрубок Сюда Никто 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 Не будет Но Сетку Какой-то Фильтр Еще Что-то Можно Будет Положить Но Я пока Сделал Вот Такую С фанеры Вот Такой Кружок Он Плотно Здесь Ложится Закрывает Это Отверстие Во всяком Случае Просто Сделан Пока Это Вот так Она Смотрится Вырезана Под полки Вот здесь Видно Конечно Все Подмерялось Все Долго Но И Вот Здесь Заметьте Еще Есть Вот Такие Полукруги Вырезаны Их Четыре Штуки Это Они Сделаны Напротив Вешалок Моих Для того Чтобы Гайками Будут Они Закручиваться И Потом Чтобы Гайки Не мешали Прислонить К самой Стене Этот Щит Сделаны Вот Такие Полукруглые Вырезы Да И Вид Спереди Самое Конечно Крутое Что здесь Есть Это Вид Спереди Это Квадратные Кованые Гвозди Вот Такая Корона Сделана Над Вытяжкой Да С такими Тоже Клепочками Деревянными Вот Эта Сама Часть Вот Эта Корона Она Снутри Усилена Двумя Планочками Все Усиливаю Видите Видно Оно Там Ну И Еще Хочу Обратить Внимание Вот Эти Части Они Вырезаются И Могут Сломаться Да Поэтому В каждую Забит Шкант Просверлен Вы Видите И То есть Они Уже Никуда По Два Шканта В Каждой На Глубину 6 Сантиметров Они Никуда Уже Не Делаются То есть Усилены Конкретно Они Ну Вот Как-то Так Сейчас Положим Это Все Наверх Сверху Шурупами Будет Закручиваться Напротив Моих Этих Стенок Ну И По Кругу Там Сделаны Отверстия Чтобы Закрутить Чтобы Все Стояло Стабильно На Месте Вот И Общий Вид Вот Так Она Смотрится Ну И Осталось Как Всегда Дело За Малым Нужно Ее Отвести Проделать Путь 120 Км Опять Тех Же Ее Повесить Установить Установить Вытяжку Провести Проводку И Все Закончить Это Дело На месте Постараюсь Снять Хотя бы Сделать Фотографии Потому Что Если Честно Не Очень Люблю Не Хочу Просто Людей Напрягать Видео Получится Сниму Не Получится Значит Наделаю Фотографии И в конце ролика Вы их Увидите Вот Эта Вся Работа По верхней части Заняла У меня Полтора Месяца Полтора Месяца Но еще раз Повторюсь Это не значит Что я С утра До вечера Просто Как лошадь Пахал Я делал Я делал Ее В свое Удовольствие Да Работы Много Бывает Где-то И До Одиннадцати Вечера Бывает Задерживался Но Начинал С обеда Как Когда Еще Помимо Того На работу Хожу Так что Это Я говорю Это Хобби Ну и Что ж Посмотрим Что вышло В конце И Вот Прошел Ровно День Завез Я Свою Кухню Установил Повесил Эту верхнюю Часть Очень Конечно Рад За то Что Классно Все Встало Рад За то Что Понравилось Тому Кому Я ее Делал Даже Очень И Мне Очень Поэтому Приятно Ну а Сейчас Видео Я не Снимал Я Сделал Несколько Фотографий Посмотрите Пожалуйста Что Получилось Какая Вышла Эта Небольшая Кухонька Продолжение следует Думаю Думаю Вам Понравилось Мне Тоже Очень Она Понравилась Очень Приятно Было Ее Делать Как То С удовольствием Я Ее Делал Ну и Самое Главное Конечно Что Она Понравилась Заказчику Это Самое Основное Как всегда В своей работе Считаю Когда Нравится Она Другим Людям А на сегодня Все С вами был Мастер Самах Подписывайтесь На мой Канал Ставьте Лайки Это Всегда Очень Приятно И Не Забывайте Что Впереди У нас С вами Еще Много Чего Интересного До Свидания